Первые шаги к самостоятельной жизни. Новорингойские подростки зарабатывают собственные деньги. Компания «Уренгой Дорстрой» на протяжении трёх лет предоставляет возможность школьникам и студентам получить первый трудовой опыт. Сегодня в штате числится 15 человек. С теми, кто предпочёл летним каникулам рабочие будни, встретились Виктория Воронецкая и Егор Тимошенко. Ей всего 14, а она уже помощник бухгалтера в компании «Уренгой Дорстрой». Елизавета Царапкина зарабатывает свои первые деньги. Признаётся, труд ей в радость. Сложных поручений руководитель не даёт, а если возникают вопросы, на помощь всегда приходят коллеги. Поработав месяц, Лиза решила остаться на второй. Уж очень хочется девушке побыть самостоятельной. Может быть, я куплю себе телефон, либо ноутбук себе собственный, то, что у мамы не буду просить, либо потрачу их в школу, вещей побольше куплю, либо оставлю просто на весь год их буду тратить, как гармонные деньги. Это лето надолго останется в памяти Александра Фокина. Первая запись трудовой книжки – повод для гордости. Позади целых пять рабочих дней. Саша помогает ведущему специалисту планово-экономического отдела. Признаётся, пока сложно привыкнуть к тому, что работа рутинная, но это того стоит. Считаю, что подросток должен иметь свои деньги, карманы. И у родителей просить это не очень круто, скажем так. И поэтому я решил сюда пойти. Дмитрий Туковский, главный инженер Урингой Дорстроя, рассказывает. В этом году в компании отработали 40 подростков. Поручения им дают несложные. Что-то подкрасить, где-то навести порядок или помочь с документами. Платят здесь вовремя и в полном объёме. Ребята, которым больше 16 лет, у них зарплата 15 тысяч. И из этих ребят, которым больше 16 лет, если они желают, они могут ещё остаться, ещё поработать какие-то дополнительные работы. И мы им ещё примируем, и доходит зарплата до 20 тысяч. И такое есть, что мы уже за июнь-июль были ребята, которым мы заплатили около 20 тысяч зарплату. В Урингое Дорстроя могут поработать не только школьники. Студенты извлекают двойную пользу, получают зарплату и проходят производственную практику. Те, кто зарекомендовал себя с хорошей стороны, руководство приглашает на постоянную занятость. Виктория Воронецкая, Егор Тимошенко, Служба новостей, «Импульс».